Дорогие друзья, прошу приветствуйте финальная пара! Вот они, претенденты на первое, соответственно, второе место. Справа от меня команда «Плюс» лицей поселка Метногорский, слева от меня команда «Улыбка» школа номер 2, станицы Прегратной. Капитан, команда готова? Капитан, команда готова? Поехали! Внимание, вопрос. Под каким названием объединены произведения Александра Сергеевича Пушкина «Скупой рыцарь», «Первовремя чумы», «Каменный гость», «Моцарт» и «Сальев». Один, два, три, четыре, пять. Нет версии, называются «Маленькие трагедии». Продолжим. Ну, давайте попробуем. Тоже достаточно сложный вопрос, но вдруг. За какое произведение Иван Алексеевич Бунин получил Нобелевскую премию? Издано в 1933 году. Один, два, три, четыре, пять от Кучегрового поля. Есть версия в зале? Правильный ответ. Господин из Сан-Франциско. Внимание, вопрос. Кем, первая часть, и кому, вторая часть, адресовано письмо? А счастье было так возможно, так близко, но судьба моя уж решена. Неосторожно, быть может, поступила я. Меня слезами заклинаний молила мать для бедной Тани. Все были жребии равны. Я вышла замуж. Вы должны. Я вас прошу, меня, Красный Грог был первым. Прошу. Татьяне Онегину. Еще раз, капитан, четко. Кем и кому? Татьяне, от Татьяны Онегину. Правильно, от Татьяны Онегину. Счет 1-0. Продолжаем. Тема сказки. Кто научил зайчонка плавать и нырять? В сказке Соколова-Микитова. Зеленый Грог, прошу, микрофон. Дед Мазай. Дед Мазай, ответ неверный. В сказке Соколова-Микитова. Листопатничек. Да, вопрос достойный финал, хотя про сказку. Ну-ка. Желтый Грог. Утенок. Утенок. Популярная ошибочная версия. Плавать и нырять в лесу. Листопатничек. Один. Зеленый Грог, потом синий. Лебедь. Лебедь, ответ неверный. Бобер. Бобр, абсолютно верно. Догадалась, круто. Счет 2-0. Команда плюс. Тема «Еда». Какую фамилию носит один из персонажей комедии Николая Васильевича Гоголя «Женитьба»? Ну, это больше так, как что-то вроде блюда. Не просто там огурцов. Ну, предлагайте. Я не знаю, блинов там, вареников. Салатников. Салатников, да. Ну, нет, неверно. Но хорошее. Давайте, набрасывайте меню. Пирогов. Пирогов. Нет. Еще. Ну, начало положено. Давайте еще попробуем. Если не Пирогов, то кто? Зеленый игрок? Рагулькин. Рагулькин. Ответ неверный. Еще. Караваев. Караваев. Мимо. Давайте, 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 ребята, девочки, набрасывайте. Синий игрок. Баранков. Баранков. Нет. Зеленый игрок. Бубликов. Бубликов тоже мимо. Красный игрок, прошу. Пирожков. Пирожков. Мимо. Красный игрок. Пирогов. Пирогов. Ответ неверный. Синий игрок. Аладьев. Аладьев. Аладушкин, да? Нет. Еще. Еще, еще, еще. Смотрим на меня. Не в зал. Зеленый игрок. Кашев. Кашев. Кашев, да? Мимо. Пробуйте. Зеленый игрок, пожалуйста. Плюшкин. Хорошая версия, но нет. Синий здесь был первей. Лапшов. Лапшов. Лапшичкин, да? Борщев. 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 Мимо. Давайте, ладно, еще по одной версии пойдем дальше. Один, два, три, четыре, пять. Внимание, правильный ответ. Яичница. В следующий раз, уверен, вы об этом вспомните, когда будете что-то подобное готовить. Тема «Кто автор?» «Мне нравится, что вы больны…» Зеленый игрок. Ахматова. Ответ неверный. «Мне нравится, что я больна не вами…» Красный игрок. Раз, два, три, четыре. Версии нет. Цветаева. Цветаева. Ответ верный. Запамятовали, да, фамилию? Бывает, капитан. Бывает. Счет, пожалуйста. Два, один. Поехали дальше. Тема «Кто автор?» Внимание, вопрос. «Дай, Джим, на счастье лапу мне. Такую лапу не видал я сроду». Зеленый игрок? Есенин. Да, Есенин. Конечно. Кто же еще это может быть? Да. Да, Есенин. «Дай, Джим, на счастье лапу мне. Такую лапу не видал я сроду. Давай с тобой полаем при луне на тихую, бесшумную погоду». Так звучит каплет. Счет у нас 3-1. Продолжаем. Отходим от темы, кто автор. Внимание, вопрос. Он появился на свет 19 или же 31 марта от 1882 года в Санкт-Петербурге. Отцом его был Эммануил Левенсон, в доме которого служила полтавская крестьянка Екатерина Корнейчукова. Корней Чуковский. Ответ неверный. Нужно полный псевдоним. Николай Корней. Один, два, три. Николай Корней Чуковский. Ответ неверный. Синий. Правильно. Корней Иванович Чуковский. Внимание, справка. В то время, когда он родился, дети, рожденные вне брака, не удостаивались отчества. Соответственно, он просто Николай Корней Чуков. Это указано в вопросе. Правильный ответ. Корней Иванович Чуковский. Это полный псевдоним. Иванович он себе придумал. Счет 4-1. Команда в шаге от победы. Вы молодцы, но постарайтесь. Цитирую. У нее такие бархатные глаза, именно бархатные, нижние и верхние ресницы, так длинны, что лучи солнца не отражаются в ее зрачках. О какой героине идет речь? У нее такие бархатные глаза, именно бархатные, нижние и верхние ресницы, так длинны. Синий игрок. А это теонизия Евгения Нигина? Это слишком просто. Хватит уже Евгения Нигина. Это финал, нужно чуть усложнять. А то все вокруг до Нигина. Просто персонаж достаточно. Там имя, фамилия желательно. Но тут как бы два слова в ответе. Их нужно соблюсти. Нижние и верхние ресницы так длинны, что лучи солнца не отражаются в ее зрачках. Один, два, три, четыре, пять. Правильный ответ. Княжна Мэри, герои нашего времени. Княжна Мэри, герои нашего времени. Внимание, вопрос. Назовите последние строки из стихотворения Ольги Федоровны Берггольц, высеченного на гранитной стелле Пискаревского кладбища, где похоронены 470 тысяч ленинградцев, умерших во время блокады и в боях при защите Ленинграда. Прошу зал потише. Мы очень часто слышим эту фразу, на самом деле. И всегда должны держать ее в голове. Строки из стихотворения Ольги Федоровны Берггольц, они высечены на гранитной стелле Пискаревского кладбища, где похоронены 470 тысяч ленинградцев, умерших во время блокады и в боях при защите Ленинграда. Друзья, сделаю вам подсказку и давайте, желтый игрок. Помним, любым скорбим? Помним, любым скорбим? Нет. Делаю вам подсказку. Литература и история очень сильно переплетаются. Знаете, есть такой хороший прием, как запомнить и литературу, и историю. Берете какой-то период правления одного из правителей и смотрите, кто в это время жил и что писал. И запоминаете. То есть Николай I, соответственно, Пушкин. И вот так вот. И понеслась там Александр II, Екатерина, Петр. Понятно, да? Тем самым вы можете и то, и то запомнить. Зеленый игрок? Никто не забыто, ничего не забыто. Почему вы так решили? Говорили, я об этом спрашиваю. Я не принимаю ваш ответ. Вопрос снят. Ну, не знаю, нет, такого не было, чтобы человек взял и случайно догадался. Вопрос снят. Ну да, но Ольге Федоровне Бергольц, а если бы я вопрос иначе построил? Ну вот, я же об этом. Продолжим. Правильный ответ. Никто не забыт и ничто не забыто. Давайте о другом попроще. Друзья, когда я сомневаюсь в чем-то, я снимаю вопрос. Если вы считаете, что вы по игре сильнее, значит, ответите и на следующий вопрос. В чем проблема, дорогие? Согласись, Капидор, это справедливо. Я засомневался. Я не хочу обижать и их, и никого. Я просто на всякий случай снял. Ну, не бывает такого, что человек пять минут молчал и вдруг подумал, вспомнил. Тема Иваны. Иваны. Поехали. Внимание, вопрос. Какой из знаменитых русских литераторов написал произведение «Первая любовь»? Просто. Очень просто. Можно догадаться. Тема Ивана. Ну-ка. Иван Тургенев. Правильно. Молодец. Счет 5-1. Победу в этой встрече одерживает команда «Улыбка». Занимает первое место отборочного турнира в Урубском муниципальном районе. Поздравляю. Продолжение следует pools. Субтитры подогнал «Симон»